Это программа «Я очень хочу жить» Её ведущая Дарья Донцова Сегодняшняя наша программа Имеет немножечко такое грустное начало Потому что человек, который сейчас сидит в студии Ему не очень повезло в детстве Оно у него было тяжело Но с помощью очень интересного метода Он сумел преодолеть все такие тяжелые последствия своего детства Стал известным, стал популярным И очень-очень счастливым человеком Здравствуйте, Владислав Здравствуйте, очень приятно Сегодня Владислав Бубнар Известный в России И в родных Чехии и Словакии певец Но его путь к любимому делу Обретение у Бога и настоящей семьи Оказался непростым Мальчик прошел через очень тяжелое детство в детдоме У меня были проблемы с психикой У меня были проблемы Я не мог отвечать на вопросы Не мог быть вместе с друзьями Поговорить с ними Пообщаться У меня была просто травма Из этого, что я проживал в детстве То, что воспитательницы со мной делали Так как нас там били Так как нас там не давали кушать Нам там не давали Много таблетик нам давали Давали нас до холодной воды Но просто очень неприятные вещи Из этого все началось Помимо проблем с речью У ребенка начались неповадки И с опорно-двигательным аппаратом Никто даже не пытался ему помочь Пока Владислав не попал В реабилитационный детский дом В последнем шестом детском доме Директорка Эва Джудлова Это было еще в Словакии Когда я жил в детском доме Она мне очень помогла Она мне нашла Мою другую жизнь Музыка Начал сам себя контролировать Начал много читать И много вещей Которые со мной не делали Когда я был маленький Так что я очень благодарен Этой директорке Последнего детского дома Музыка для маленького, одинокого Никому не нужного мальчика Стала единственной радостью И как он считает сам Спасла его Я начал первый раз петь Можно это будет смешно В туалете Почему в туалете? Потому что холл хороший И я как там Так просто для себя пел Воспитательница Она слышала голос И приехала ко мне И спросила Владислав У тебя так хороший голос У тебя замечательный голос У тебя дар от Бога Почему ты нам это не сказал? Я ей сказал просто Что я это не знал Я просто рад Для себя пою И мне это хорошо делает Делает В сердце С помощью музыки И многолетних занятий С психологами К Владиславу Постепенно вернулась речь Он начал принимать участие В музыкальных конкурсах Сначала представляя свой детский дом А позже В различных мероприятиях Уже как профессиональный музыкант На одном из таких выступлений Владислав и встретил Своих будущих крестных родителей Мы познакомились с Владиславом в Праге На свадьбе моей племянницы Аллилуйя в его исполнении Звучала так проникновенно До мурашек похоже Он покорил наши с мужем сердца Его нелегкая судьба Тронула нас до глубины души Владислав стал частым гостем В нашей семье Моя кростная Ей муж И сказала Я знаю Что у тебя нет мама Папа Мы бы хотели быть Твоими кростами Вот я просто Не знал что делать Потому что До своих 30 лет До своих 31 лет Я это никогда не почувствовал Всегда свою жизнь видел Как бы было тьма Не было светло Не было наде А она как это сказала Как бы открылись Малыши двери К лучшей жизни Владислав был некрещенным Но в Бога он верил всегда И очень хотел стать православным Так и случилось Так я стала его крестной мамой И я верю Что Господь любит И помогает моему крестному сыну Потому что у него добрая, чистая и светлая душа Я записал в прошлом году Замечательную песню О моей жизни Которая называется Мама Там пою о своей жизни Как я начинал Как я начинал Что я проживал И до сейчас Такая есть жизнь Эта песня для меня Очень важна В моей жизни Это мое благодарство То, что я проживал Моя коростная мама Которая мне Открыла двери К новой жизни К Богу К всему Что Что есть Так что я очень благодарен Я, может быть, напомню вам что-то такое Что вам будет неприятно Но я хочу, чтобы наши зрители Все это услышали Вы воспитывались в детских домах Вы не знаете своих родителей Вас оставили там Потому что от вас, очевидно, отказались Да Вы остались в доме В доме малютки И не очень вам там было хорошо Ну, знаете, что Все дети хотят свою маму И папу Мать Рядом с себя Сестру, брата А у меня ничего такого не было У меня просто были Вещи На которые я очень рад вспоминаю Потому что для меня Это Был шок Для этого Как я уже начал внимать Что со мной вообще Разошло Когда я был маленьким Что это вообще не было красиво Мне там очень были Мне там Давали до места Где была Была тьма Я там был сам Не давали мне есть Я был То есть вам не давали есть Вас наказывали тем Что сажали в какую-то темную комнату Да Потому что Знаете Я не знал Что я буду петь Просто Я имел очень громкий голос А у меня Понимаете Дети Как всегда Как играют Что-нибудь случится И начнут плакать Это молча Знаете Но я не смог Это сказать Понимаете Я вышел из детского дома И что Так что Я очень работал над этим Чтобы я не упал До такой тьмы Да Что просто Держаться То Давайте У меня нет мама Папа Я уже не жил Просто я работал над этим Чтобы была У меня первая работа По детскому дому Работа И потом Чтобы я мог платить квартир Чтобы я мог Как-нибудь покушать И как-нибудь Чуть-чуть Выглядеть То есть вы вышли Из детского дома У вас не было Ни квартиры Ни денег Не было Не было работы Дети Которые Ведут уже Из детского дома Пока не найдут За этот месяц Эту работу Ну что с ним делать Они вывезли Деньги на один месяц Понимаете Ну понятно Так что это было трудно Очень трудно Понятно Дали денег на один месяц А работы нет Да И живи как хочешь И живи как хочешь Ну это Непростое испытание Для ребенка Да Но у меня была Очень хорошая Воспитательница Лучше сказать Директорка Это был мой Шестый детский дом То есть вы побывали В шести детских домах Да А почему так Поэтому Где Было Найближе К моей маме И к моей папе А почему так получилось Что шесть детских домов Это из-за громкого голоса Я вообще до сих пор Не понимаю Вы не понимаете Да Почему То есть вас просто Перебрасывали Из одного Детского дома В другую Да Я как уже Начал Внимать все Это в последнем Детском доме Я ее спросил Почему Шестый детский дом Она мне сказала Там где Пока она знает Детя Должны быть В том детском доме Где Наиближе К своей семье Ну город Город с городом Так Понятно То что я все знаю Почему так Можно поэтому Что у меня были Там психические проблемы Потому что Так как со мной Так как они со мной Там Отношались Они Они со мной Там У нас было Там 75 детей А это Каждое Как второе Детя То проживало То что я Понимаете Эти люди Которые там были Я до сих пор Не понимаю Как там вообще Могли быть И вообще Зарабатывать деньги Поэтому что Не хорошо Общаются с детьми Не хорошие вещи Делали с нами Ой Ведеслав Каким образом Вы с этим Совсем справились Я знаю Что вы стали Заниматься музыкой Да Да Мне музыка Очень помогла Музыка помогла Кто вас Первый Отправил Заниматься музыкой Кому в голову Пришла мысль Что вы должны Заниматься музыкой Первый Это последняя Директорка Моего детского дома Которая была Как ее зовут Пани Ева По-моему Ева Да Пани Ева То есть Пани Ева Взяла вас Под опеку И захотела Вам помочь Она была Немножко другой Чем те Женщины Которые были До этого Отлично Очень отлично Она была Человек Которая Я до своих 18 лет Не почувствовал Что это Любовь Что это Обнятие Что это Благодарно За это Когда Стал на сцене И допел песню Она приехала Ко мне И обняла Это было Это было Маленькое Что Мне Было Достаточно Что Я узнал Что Она Очень Благодарна Что Я показал Свой Талант Что Я занимаюсь Собой Что Я не Сижу Где-нибудь Вдал Нигде Что Это Мальчик Просто И все Что У него Дар Который Получил От Бога Да Это Его Спас Это Я почувствовал Одним Когда Вы Вышли Из детского Дома Вы Чем Начали Заниматься Как Я Вышел Из детского Дома Я Начал Я Уже Нашел Работу Тоже Помогла Мне Директор Детского Дома Эла Джудлова В Театр В театре В театре Где Я У нас В Словакии Оперный Певец Петер Дворский Вот Я там Начал Работать Потом Учил Еще На Одной Умолецкой Школе Где Учил Артистов Театра Вокал То Что Я Смог Работать То Что Я Любил Чем Чем Я Чувствовал Что Я В этом Как Дома Я Работал Над Этим Чтобы Просто У меня Было Досточно Деньги Так Как Я И Правда Не Было Это Просто Так Я У меня Было И Так Что Два Месяца У меня Не Было Что Кушать Но Я Заплатил Квартиру Так Что Не Было Прям Так Супер Но Я Был Так Спокоен Сердце Что Можно Я С Многих Детских С Многих Детей Которые Правда Вышли С Детского Дома И Остались На Улице Понимаете Это Мне Жалко Правда Мне Жалко Потому Что Я Сам Знаю Как Это Больно Человек Не Может Найти Работу Поэтому Или Нет У него Достаточно Школа Студия Или Не Может Показаться Свою Трудность То Что Он Прожил В Детском Дома Потому Что Человек Должен Работать Он Должен Знать И Быть Уверен В Чем Он Работает Понимаете Я На сцене И Показать То Что Есть Во Мне То Что Мне Обдавил Бог Как Уж Случилось Вещи Со мной Которые Были В Детстве Я Просто Так Брал Себе Что Да Это Мне Помогает А Я Как Пою Я Не Вспоминаю На То Что Что Было Давно То Что Есть И То Что Еще Может И То Что Я Могу Дать Ответ Другим Детям Детским Думал Что Как Человек Хочет Сможет Прямо Все И Как Есть Так Что Ты Лежишь На Зиме Умираешь От Голода От Этого Что Ты На Улице Сидишь Спишь А Так Дали Есть Так Дети Очень Много Я Очень Хорошо Знаю Которые Со Мною Жили Их Очень Много Поэтому Мы С Моим Продусером И Моей Ростной Чтобы Такой Не Случилось Уже Никаких Детских Думал А главное Чтобы Был Такой Импульс Для Всех Детей Что Как Человек Хочет Не Нужно Мать Маму Пап Нужно Певно Вол И Верить Богу И Себе Чтобы Все Получится Ну Вадислав У вас Талант У Кого То Его Нет Да Надо Все Равно Получить Какую То Профессию Правда Даже Вот Если Ты Выше У Тебя Нет Профессии Все Равно Нужно Как То Стараться Чему То Научиться Правда Ну Знаете Что Я Всегда Верю Что Как Говорится Сверху Всегда Почему Ими Народились Все Потому Что Бог Всех Обдарил Каким Даром Она Не Нужно Быть Даром Для Вокала Человек Может Не Знаю Дизайн Дизайн Делать Или Человек Снимает Какой Видеоклип Режиссер А так далее Так же Я уверен Что Каждый Детя Может Найти Свою Жизнь Или Работать В этом То Что Он Хочет Каждый Ребенок Может Найти Свою Какую То Профессию Правда Да Он Может Быть Титанцором Он Может Быть Прекрасным Сапожником Он Может Прекрасным Портным Прекрасным Стилистом Быть Работать В магазине Быть Прекрасным Продавцом Главное Вот Как-то Нащупать Вот Эту Чтобы Жить Чтобы Чтобы Он Мог Тоже Как Уживить И Свои Дети А так Дало Чтобы Он Знал Что Да У меня Есть Работа У меня Есть Деньги Это Все А то Что Будет Это Все Когда Бог Как Говорится Да Так Что Я Мы Все Наша Продукция Сейчас Показывать Просто Детям Это Наш Смысл Почему Я Сейчас Так Показываю Я Пою Много Песня У меня Много Текстов В таком Смысл Что Всегда Ты Должен Делать Для Себя Так Чтобы У Тебя Было Хорошо И У Тих Люди Которые Рядом С Тобой Чтобы Не Случилось То Что Было С Тобой Как Ты Был В Детском Дом А Проживал Ту Такую Страду Такую Такую Безвизнанность Без Что Ты Никто Что Просто Тебя Там Дали Где Небудь Ты Сидел Там В Тм Тебя Не Дали Есть Тебя Там Били До Холодной Воды Нас Давали Понимаете Холодной Воды Чтобы Мы Упокоились И Потом Нас Дали Спать Таблетки Нам Давали Такие Таблетки Которые Вообще Врач Нам Таблетки Давали Чтобы Чтобы Просто Сидели Чтобы Воспитательницы Просто Пили Каву Кофе Чаичек Дождались Свое Время Когда Они Уезжают Домой И Все А Я Уж Как Это Все Понимал Детском Доме Я Просто Очень Хранил Это Потому Что Я Стой По Директор Очень Уж Хорошо Общался Я Очень Уже Начал Внимать Моих 18 лет Я Не Допустил Чтобы Какая Простите Что Так Скажу Женщина Ударила Детя Или Кричала Я Просто На это Смотрел У меня Много Воспитательницы Не любили Поэтому Отец Простите Меня Пожалуйста Но Вот Детский Дом Это То Что Вы Рассказываете Это Ужасно Но Неужели Нет Никакого Начальства Над этим Детским Домом Какого То Человека Который Приехал Проверил И Увидим Эти Таблетки Эту Холодную Неужели Не было Никого Кто Приехал И проверил И посмотрел Все это А вы не одна Которая Не давала Такие вопросы Это вопрос Очень хороший Я Как у меня Были Такие проблемы Конечно Я пошел К директору Там был Директор В этих Начальных Детских Домовах Но знаете Что сделал Я заврал До комнаты Так за то Что ты Говоришь Что с тобой Так занимаюсь И так далее Выстрые руки Я так Выстрыл Он забрал Такий Прутик Не знаю Если понимаешь Русские Спасибо Он мне так Шмигал За то Что ты Говорил На Воспитательнице Что они С тобой Делают А еще раз Приедешь Получишь Еще больше Так Так поэтому Мы дети Мы не могли Просто кому Сказать Мы не могли Кому Прозвонить Потому что Еще они Телефоны Никакие Ничего Не было В этом В 95 Годе В 95 Нет Конечно Ну вот Так что Я был В детском Домове Так что Мы не могли Ничего Сами Делать А как Мы Как Сказали Воспитательницы Которая Хотела Помочь Ну Она Балась Что Работу Она Тоже Хотела За своими Коллегами Как Нибудь Понимаете Чтобы Нет Я понимаю Конечно Она Не хотела Конфликта С коллегами Она Боялась Потерять Работу Она Нет Это Все Понятно Там Было Много Так что Мы Не могли Ничего Просто Делать И прожить Эту Муку Которую Они Нам Делали Это Просто Ужасно Мы Сейчас Прервемся На Короткое Время А потом Продолжим Наш Разговор Это программа Я очень хочу Жить Ее ведущая Дарья Донцова И после Короткого Перерыва Мы вернулись В студию У нас Новые Гости И мы Продолжаем Наш Разговор Здравствуйте Мои Дорогие Батюшка Скажите Пожалуйста Почему Господь Посылает Некоторым Детям Такие Испытания Как Водислав Маленький Младенец Без мамы Оказался В очень Ну скажу Правильно Жестоких Условиях В детских Домах Шесть Детских Домов И только В седьмом Нашла Женщина Которая К нему Потянулась Сердцем Вот почему За что Ну ответ Есть конечно Хотя Всегда Очень сложно Говорить За им За Бога Почему Господь Вот так Но ответ Очевиден Вот ради Вот этой Самой Женщины А больше Того Скажу Ради Того Чтобы Оценить Ее Подвиг Это Как В ювелирном Магазине Продавец Обязательно Подложит Черный Бархат Чтобы Им Оттенить Красоту Ювелирного Изделия Вот так И в жизни На Контрасте Все Происходит Понимаешь Сытый Голодный Не товарищ Кто Не Боболел Тот Не способен К состраданию К милосердию Только болезнь Размягчает Твое сердце И ты Понимаешь Эти вещи Вот так и здесь Иному Дашь кусок хлеба Он всю жизнь Будет тебя благодарить Иному Жизнь отдашь А он и не заметит Вот Душу Человеческую Господь Вот так Закаляет В страстях Чтобы душа Научилась Благодарить Мне кажется Хотя бы ради Одного этого Стоит Потерпеть Ну Потерпеть Конечно Стоит Но просто Жалко Очень И не только Стоит А очень важно Научиться терпеть Потому что Судьба нашего героя Достаточно колоритная Достаточно Насыщенная Вот этими Сами скорбями Но должен сказать Что вообще На земле нет Ни одного человека Который бы лишен Был скорби И Путь нашего героя Такой долгий И многострадальный Он Может послужить Хорошим уроком Для каждого из нас Ну вот Ой Как-то Ну как-то Все равно бывает Очень жалко Когда это падает На маленького ребенка Часто бывает Что мы задаем Себе этот вопрос За что И почему И мы совсем Не говорим Для чего А ведь это Главнее Чем вот эти Предыдущие два вопроса За что Так Даже по мелочам Мы можем говорить За что А почему я Почему не Это в детском саду Все началось И так Всю жизнь продолжается Почему я Господи А за что мне Господи Не нужно задавать Себе этих вопросов Можно задать Себе главный вопрос Для чего Это мой путь Я по нему иду Вот Мне дал Бог Сочетание этих условий Чтобы моя душа К чему-то выросла Понимаете И это Уже ценно Я преодолею С Божьей помощью Все эти трудности Потому что я знаю Что там впереди За горизонтом Меня ждет Вот эта прекрасная женщина Которая спасет меня Которая поможет мне У кого-то это женщина У кого-то это Не знаю Родной Близкий человек Совсем Не чужой Но В любом случае Если систематизировать У всех у нас есть Вот там вот В финале Разрешение Этой ситуации А в это надо верить Наташа Здравствуйте Здравствуйте Музыкальная терапия Это Что-то новое Или это Давно Существующий метод Музыкальная терапия Если говорить Об исцелении музыкой Зародилась еще В древние времена И на самом деле Ее история Для нас Большая загадка Потому что Вопрос Почему Возникла музыка Оливер Сакс В своей книге Музыкофилия Оливер Сакс Это невролог Американский Очень известный Вот он в этой книге Говорит что Человек Это не только Человек Говорящий И Это человек Музыкальный Музыка Почему-то Является частью Нашей культуры Почему-то Она у нас Внутри Почему-то Она Вызывает Отклик в душе И царь Давид Играл На арфе Царю Саулу И исцелял Его от депрессии А Вицерна В средние века В своих трудах Изучал воздействие музыки На человека Но если говорить О современной Музыкальной терапии То она Зародилась В сороковых годах В США Когда Солдаты Попадали в эти госпитали И к ним приходили музыканты И врачи Обратили внимание Что музыка Помогает Быстрее выздоравливать Солдатам Что Вообще Процесс Воздоровления Становится Даже очень интенсивным И есть Описание Чудесных случаев Воздоровления И исцеления От музыки И тогда решили В США Создать Высшее образование В этой области И стали готовить Первых музыкальных терапевтов И таким образом Специальность развивалась Она Потом попала И в Европу И в некоторые страны Азии В Австралию И сейчас Она понемногу Развивается в России Есть ли Значение Какой инструмент Применяется В этой терапии Или это может быть Любой инструмент Ну Инструмент может быть Абсолютно любой Исследования Показали Что Музыка Любимая музыка Человека Включает буквально Весь мозг Очень много разных Областей мозга И Таким образом Повышается его Нейропластичность Нет какой-то зоны Мозга Которая отвечает За музыку И соответственно Любимая музыка Влияет Больше всего Но есть инструмент Голос Который мы говорим Есть тело И есть еще множество Других музыкальных инструментов Которые используют Музыкальные терапевты В своей работе Но Главный инструмент Это Человек Это Наши отношения Которые являются Исцеляющими В музыкальной терапии Вот Музыкальный инструмент Вы Выясняете У человека Какие его Пристрастия В музыке Да Что ему нравится Или что ему Не нравится Или вы Каким-то образом Начинаете Сами работать А человек Ну Начинает Любить ту музыку Которую Он слышит от вас Я работаю С детьми С особенностями развития И первое О чем я спрашиваю Родителей Какую музыку Любит ребенок Любит ли он петь Любит ли играть На музыкальных инструментах Я узнаю Какую музыку Любят сами родители Какая музыка Звучит дома И уже На это ориентируясь При первых встречах И потом Это может Все трансформироваться Мы можем Потом вместе Сочинять музыку С ребенком Уже потом Здесь и сейчас У нас вообще Что-то рождается Новое абсолютно Своей собственной песни То есть Это такое Очень Текучее Пространство В котором я работаю Где Есть Право На творчество Есть возможность Рождаться Со всему новому Есть возможность Выражать свои эмоции Самому ребенку И мне И наше общение Оно такое Зажигательное И главное Что я включаю В этот процесс Родителей Чтобы они тоже Расслаблялись И тоже участвовали В этом процессе Он очень Многосоставной И я сейчас Даже не смогу Описать все аспекты Да Потому что Это может быть Развитие речи Одновременно Задачи Такие стоят А вот если Допустим Родители Любят тяжелый рок Тяжелый рок А дома Барабанная установка Понимаете Да И как сказать Это вот Любимая музыка Семьи Соответственно Ребенок Тянется к этой музыке Что вы будете делать Ну я сначала Посмотрю Как реагирует Ребенок Что у него Со слухом Не зажимает ли он уши Не прятит ли он под стоп Да Потому что Во-первых Это может быть Очень болезненная И даже травматичная Реакция Тем более Если ребенок С особенностями развития Но есть дети У которых наоборот Такая реакция Что им надо громче И сильнее Как можно больше звуков Тогда они насыщаются Вот Владислав В детстве Очень любил громко Значит петь Громко кричать За что В общем ты бывал Всегда наказан За свой голос Тут зависит еще От манеры интонации Есть один у меня знакомый Заслуженный артист России Исполнитель романсов Он начинал очень сложно Он сам рассказывал Что в молодости его В коллективах Всегда били вот так В бок Но он за что Потому что он фальшиво пел Он громко Как Россия Громко и фальшиво Можно сказать Голосом он Он голос имеет Но он им не владеет Тут еще зависит от того Насколько мы владеем голосом Можно получить Да А все таки Какая музыка Более способствует Тому Чтобы человек Как-то раз Славился Успокоился И начал принимать Ситуацию Какая музыка Ну музыка Любимая Музыка В первом делу Да И музыка Это любимая музыка Помогает нам построить Отношения Но я все таки Хотела сказать Про голос Потому что я слушала Ваш разговор И у меня возникла Такая гипотеза Что на самом деле Когда ребенку Не за что зацепиться В своей жизни Фактически нет Никаких точек Опоры Вообще неизвестно Что происходит И есть угроза Жизни Постоянная И это конечно Жуткий стресс И травма Конечно Понятно Почему после этого Сложно вообще Говорить И пользоваться речью Но Голос Это то Что принадлежит Мне Даже если мне Ничего не принадлежит Вот То есть я могу Интересно 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 И вот что-то такое Почувствовала В речи Латислава Что что-то такое Есть Что позволило ему Себя Вернуть Себе Через голос Ну у Наташи Очень возникла Интересная теория Мы обязательно О ней поговорим Но сейчас Мы прервемся На короткое время А потом Продолжим Наш разговор Это программа Я очень хочу жить Ее ведущая Дарья Донцова И после короткого Перерыва Мы вернулись В студию И продолжаем Наш разговор Голос Принадлежит Ребенку И его Отнять нельзя Но можно Ониметь От ужаса Да Можно Ониметь От ужаса Можно От ужаса А потерять На самом деле Голос Такое бывает Да Когда человек Делается немым От всего того страшного Что Что с ним Происходило А Владиславу Получилось наоборот У него Как-то голос Как-то Окреп В результате Всех Всех Вот этих Вот Испытаний Батюшка В храме Во время службы Всегда поют Да И поют Очень красиво Вот Херувимская Пестья Да Совершенно Замечательная Исполняемая На литургии Вот то Что в храме Поют Это Для чего Было сделано Да Поем Причем А капелла Обратите внимание Православной традиции Голос Конечно Это самый Глубокий Музыкальный инструмент И в то же время Самый простой Флейту Нужно С собой брать Гитару Нужно с собой брать Бывают Большие инструменты Которые Носят В чемоданах Бывают Совершенно маленькие Которые помещаются Вот здесь Вот в одном Только кармане Как вот К примеру Армянский Турдук Да Замечательный Его можно в кармане Но он Символизирует Целую душу Целую национальную Не знаю Культуру Да Однажды я слышал Как во время Отпевания Одного армянина Один человек Создал Настроение для всех Всего лишь Одним инструментом Но голос Еще более совершенный Инструмент Конечно Техника Владения голосом Это тоже Отдельный разговор Для этого люди Учатся Всю жизнь Для этого нужен Божий дар Нужно чтобы Человеку уже был Голос от рождения Здесь много Не только физиологических Особенностей Но и психологических Тоже Да И вот Поскольку это Самый совершенный Инструмент Его используют За богослужение Православной церкви Но история История использования Голоса Восходит даже Не ко времени Возникновения Христианства Гораздо глубже Раньше Еще в Библии В Ветхом Завете Мы видим Вот такое установление Чтобы богослужения Сопровождались Пением Больше вам скажу Эта традиция Уже Ветхозаветная Восходит Уже к самому Первым дням Творения человечества Восходит на само небо Потому что на небе Ангелы поют В Священном Писании Мы пеем Несколько моментов Когда Ангелы пели Например Ангелы воспели В момент Рождения Господа Когда в Алхвы пришли Они услышали Ангельские пения Славы Вышнего Богу И на земле Мир Человец Благоволения Мы еще знаем Что Именно голосом Человек может Перенести информацию Именно голосом Нет Конечно Можно что-то Сказать С помощью инструментов Эмоциональный посыл Дать Настроение создать Но в конце концов Общаемся мы Вербальным способом Вот кто-то Речью сказал Кто-то Ухом услышал И музыка И пение В храме Носит Вот такую Функцию Донести информацию Все что мы поем Имеет Конкретные Значения Это Вот указанная вами Херувимская песня Дарья Замечательная песня В которой мы призываемся Отрешиться От всего земного Помните Как поет Всякая ныне Шитейская Отложим по печенью Есть множество Песнопений Которые берутся Прямо из Священного Писания Из Евангелия Вот песнь Ангелов на Рождество Мы ее поем Каждую утреннюю Или песнь Святого Симеона Богоприимца Когда Была с ретенью Господня Ныне Отпущаешь Раба Твого Владыка Это из Евангелия Луки Прямо цитируется Отче наш Мы поем Это Евангелие От Матфея И так далее Именно голосом Поскольку голос Самый совершенный Ну так в Псалтире Принесите мне Псалтире Госли Да И заканчивается же Псалтирь Почему-то Все считают Что Псалтирь Заканчивается Всякое Дыхание Отдохвалит Господа Нет Есть еще 151 Псалом Да Мало я была Среди братьев Моих Да Руки мои Сделали орган Пальцы мои Настроили Псалтирь Да Это же Святой Давид И этим заканчивается Псалтирь Музыка Понимаете Великая книга Она заканчивается Музыкой Да Мы сегодня вспоминали О царе Сауле И юном Давиде Еще пока Только пастушке Которого заметил Саул И в книге Первой книге царств В 12 главе Там описаны Вот эти моменты Как сказано Когда Дух От Бога То есть Дух По попущению Бога Дух злой Приходил на Саула Царя То Давид Брал в руки Псалтирь И пел ему И тому становилось легче И дух злой Отступал от него Мы видим воздействие Музыки На состояние души человека Это вот то, о чем говорит Наташа Что музыкальная терапия На самом деле Она существовала Очень Задолго Задолго до того Как мы с вами Стали Стали о ней Разговаривать Наташа Какие Заболевания При каких заболеваниях Хорошо помогает Музыкальная терапия Это очень Широкий круг Заболеваний Сейчас В мире Существует Такое направление Как неврологическая Музыкальная терапия Она появилась Благодаря Возможности Изучать мозг человека Делать МРТ И Лечение Происходит Буквально Вот от Младенцев Недоношенных Которые родились В Кювезе Музыкальная терапия Ой, то есть Не родились в Кювезе Родились и попали В Кювез Музыкальная терапия Сокращает На 12 дней Пребывания В Кювезе И снижает Риск инвалидизации Ребенка Также Музыкальная терапия Применяется С детьми С особенностями развития С детьми С ДЦП С другими Неврологическими Нарушениями Например, еще Для восстановления Речи и движений После инсульта Например Три занятия С музыкальным терапевтом Заменяют Десять С логопедом Потому что Музыка Увеличивает Пластичность мозга И соответственно Вот эти нейроны Сети Образуются быстрее У человека Быстрее восстанавливается Речь и движение Это просто мы смотрели Вот эти вот Примеры того Как работает Эта музыкальная терапия Это просто похоже На волшебство На чудо Да, Женька У меня такой вопрос К вам Извините, пожалуйста А значит ли Можно ли Больного Инсультника Который восстанавливается Реабилитация идет Значит ему надо Ходить в консерваторию Или ему хорошо Выслушать дома Какую-то музыку Почему-то мне кажется Что все-таки Музыкальная терапия Лучше это Классика Или я не права Ну Наверное Классика тоже бывает Разно Перешнитки Классика Но тем не менее Да Губайдулина Классика Иногда все Что остается У человека В памяти Это любимая музыка Именно любимая музыка Способна пробудить То Что больше не может Ну то есть Больше нет способов Пробудить вот Его душу И отклик именно Вызывает любимая музыка И как правило Это музыка Которую Человек слышал С 16 до 25 лет Это одно Да И соответственно Там с разными людьми Будет работать Разная музыка Но В неврологической Музыкальной терапии Используются Специальные техники Там воздействуют Определенным образом Ритм Метроном Например Там измеряется Темп речи человека И там уже Определенным образом Аккорды подстраиваются Чтобы эту речь Восстановить То есть там прописано Буквально вот Поэтапно Как это нужно делать У нас Сколько таких Специалистов сейчас Или это какой-то Такой Раритетный вариант Найти музыкального Терапевта Пока так Потому что В США Это высшее образование Ну и в других странах Больше 300 вузов Готовят сейчас Музыкальных терапевтов Но у нас нет Высшего образования В России И все специалисты Которые, как и я Учатся Повышают квалификацию На курсах Дополнительного образования На специальных семинарах К нам приезжают Специалисты Из рубежа И обучают нас Ну то есть Я, например, проходила Два курса По неврологической Музыкальной терапии И я могу уже Что-то использовать В своей практике Постепенно Но я не могу называться Неврологическим Музыкальным терапевтом Наравне с теми Специалистами Которые получили Образование там Но это не мешает Мне практиковать И использовать Эти знания В работе с детьми С особенностями развития Владислав Можно ли сказать Что музыка Вас исцелила? Очень Сильно Музыка Мне дала Больше светлое Как тми Мне очень помогло И развивать Свою Речь И музыка Мне помогла Чтобы я мог Всегда Отвечать Правильно И чтобы Вообще Мог И сегодня С вами Сидеть И разговаривать О своей жизни Музыка Мне очень помогла Я всегда Я как бы был еще маленький И у меня не было так Что пришла мама И пела Чтобы ребенок Заспал Да я всегда Лежал Хитился за Правой рукой Уши И просто Кил У меня такие Psychические были Проблемы Но я так Себе помогал Чтобы я быстро Заспал Музыкой Просто Кивал И музыка А я поспал Так что Были психические проблемы Но я так Себе помогал Этому музыку Правда Музыка Мне очень В жизни помогла И до сих пор Помогает Дорогие мои У некоторых Людей Бывает Очень тяжелое Детство Но Добрый Господь Дает им за это Что-то необыкновенное Водислав Получил талант И получил музыку И музыка Эта в конце концов Его исцелила Он сумел стать Известным певцом И все теперь Как-то в его жизни Уже очень хорошо Складывается Дорогие мои Музыка Это на самом деле Великолепно Это прекрасно И мы с вами Сейчас Услышим Прекрасную Замечательную Необыкновенную музыку Которую сыграет Нам Наталья Ту музыку Которая Человека Поднимает Исцеляет И делает его В конечном итоге Лучше И здоровее Но только у меня К вам, мои дорогие Перед всем этим Одна просьба Никогда Не бросайте Своих детей Я очень вас люблю Ваша Даша Наташенька Пожалуйста Я хочу Сыграть Для тебя Владислав Огромное спасибо От сердца Спасибо Субтитры Субтитры